Сотни километров за рулем служебной машины, многочасовые съемки, оперативная отправка материалов в Москву. Именно этот человек совершил революцию фото-журналистики, работая в ТАСС. Когда он пришел в профессию, будучи студентом журфака МГУ, документальное, репортажное фото и фото художественное были разделены пропастью. Дьяконов совместил их в единое целое. И это при том, что оснащение фотографа на тот момент было совершенно иным, нежели у современных коллег. Вот видите, здесь можно объективы положить, но раньше, что это самое, измерители света, масса интересных приборов, которые таскал с собой репортер тогда. Сейчас очень многие карманы, они просто не нужны. Дело в том, что техника уже совершенно другая. О каждом представленном снимке он может говорить долго, а за каждой картинкой целая история. Ведь без этой истории не может выйти результата, запечатленного на фото момента жизни, считает автор. Единственное, что поможет вам выжить в этом мире, цифровом теперь, это только работа своими убеждениями, своими чувствами. На его снимках Константин Симонов, Джеральд Даррелл в момент приезда в Рязань, молодой худрук театра кукол Валерий Шацкий. Юрий Михайлович один из тех немногих, кто снимал Олимпиаду в 80, и даже в спорте снимая, он рассказывал историю. Пейзажи, портреты, репортаж, чтобы не оказалось по ту сторону объектива, это надо любить. Вот главный залог успеха, говорит фотограф. Снимать он продолжает по сей день. Возраст, где Аконову перевалило за 80, не помеха. Останавливаться он не собирается, а значит, мы еще увидим немало запечатленных мастером мгновений. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».